По статистике, нарушение закона в курортном регионе сегодня фиксируют в два раза реже, чем в среднем по Южному федеральному округу. Статистика говорит о снижении уровня преступности. Это, конечно, радует, особенно то, что стало меньше значительно тяжких, особо тяжких преступлений, в том числе убийств, разбоев, крабежей. И, конечно, хочу отметить, что это снижение идет не только за счет сельской территории, как у нас раньше принято считать, а за счет уже городского населения, крупных, средних городов, где криминальное стреляющее всегда было выше. Как вы оцениваете полугодие, с какими цифрами мы выходим сегодня на июль месяц? Могу сказать, что раскрыто более 19 тысяч преступлений, из них около 4 тысяч тяжких. Уменьшилось остаток нераскрытых преступлений. Как же мы этого добились, то могу сказать, что здесь, конечно, все-таки увеличение плотности нарядов патрульно-постовых. Мы с прошлого года, надо сказать, что принимало участие в активное. Есть действительно очень много задержаний, раскрыто где-то при этом участие 283 преступления. Я считаю, что это действительно такая вот большая лепта в охрану общественного порядка. Благодаря участию казаков количество патрулей на улицах городов и станиц увеличилось в полтора раза. Особое внимание совместные патрули уделяют охране общественного порядка в курортных территориях. Ситуация в регионе в целом спокойная, доложил начальник полиции, отметив, что правоохранительные органы уже начали активную подготовку к проведению зимней Олимпиады в Сочи. Кстати, 100 кубанских полицейских были командированы на универсиаду в Казань, где перенимали опыт. Доложил Владимир Венецкий губернатору и о том, как ведется в Крае борьба с некачественным алкоголем. Эту проблему глава региона обсуждал с руководителями силовых ведомств Края на недавнем Совете Безопасности. Вы давали поручение на совбезе по спиртосодержащей жидкости, по изъятию. Мы эту работу сейчас очень проводим интенсивно. Я могу сказать, что где-то процентов 12 разросло по сравнению с прошлым годом изъятой продукции недоброкачественной, которая сегодня распространяется. И ежедневно сегодня у начальника главка на столе в оперативной сводке есть позиция, сколько сегодня закрыто так называемых точек, которые торгуют недоброкачественные продукты, сколько изъято. Я хочу поблагодарить органы полиции за такую масштабную работу по очистке нашего рынка, розничной торговли, оптовой торговли от этих некачественных продуктов, спиртосодержащих. Мы должны здесь раз и навсегда с этим покончить. На Кубани должно быть только качественное вино. Продажи, и оно должно быть доступно и жителям края, и гостям нашей Кубани. На встрече также говорили о безопасности дорожного движения в регионе. Как доложил начальник полиции, МВД края предпринимает все меры, чтобы снизить уровень травматизма на кубанских дорогах, учитывая, что курортный сезон на пике. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.